Людмила Николаевна Земляникина работает в городском музее более 24 лет. После того, как женщина завершила трудовую деятельность в Овнеев и ушла на пенсию, заняла должность музейного смотрителя. Людмила Земляникина отвечает за зал, посвященный истории Великой Отечественной войны. А еще женщина разбила небольшой цветочный сад около музея. Здесь она бережно ухаживает за обильным количеством растений. И эта красота неизменно радует глаз горожан, которые проходят около городского музея. Более 30 лет проработала в Овнеев, ушла на пенсию и пришла в музей смотрителем. Работаю я в зале, посвященном Великой Отечественной войне. Этот зал, конечно, для меня очень дорог, потому что мой отец был участником Великой Отечественной войны. Национальная премия в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева прошла впервые в этом году. Профессиональная награда объединила все аспекты музейного дела. Исследование, сохранение, интерпретацию и представление материального и нематериального наследия. Из 16 номинаций 6 были посвящены музейным профессиям. Саровский городской музей не остался в стороне и тоже заявился на премию. В номинации «Музейный смотритель» на суд жюри отправили историю Людмилы Земляникиной. Мы расписали, рассказали все, как было, как Людмила Николаевна вносит, какой вклад, и как мы рады, что среди нас такой сотрудник. Тем более в этом году исполняется большая дата, юбилей. И представляете, среди 700 заявок сотня была отобрана, и в этой сотне попали и мы. Городской музей вошел в число финалистов премии в номинации «Музейный смотритель» и встал наряду с крупнейшими музеями России. Церемония награждения прошла в Москве. Замечательно, знаете, что из всех нижегородских музеев только два музея победило. Представляете, так, скажем, это прорыв-то наш. Или, например, из Росатома. Все города Росатома, это мы только были, один город, наш музей, который тоже вышел в такую национальную премию. У городского музея еще одно радостное событие. В выставочных залах обновили стенды и витрины для экспозиций. Это стало возможно благодаря тому, что музей вошел в число победителей национального проекта «Культура». Мы получили новое оборудование. Оно уже получено. Часть из него введена в эксплуатацию. Вот мы здесь видим в выставочном зале практически все витрины у нас новые. И часть витрин расположена в экспозиции музея, если пройти по залу. Часть оборудования еще только настраивается. И встреча горожан с ним ждет впереди. Мы очень рады этому приобретению. Деньги выделены из средств федерального бюджета. И для нас это не просто новые витрины. Для нас это возможность создавать новые выставки, которые будут интересны горожанам всех возрастов.